Вообще, наверное, как у каждого из вас, у меня был период влюбленности в Митяев. И только Митяев, и больше никого. У меня был такой период влюбленности в Щербакова, был период влюбленности в Розенбаума, был период влюбленности в Суханова. И, конечно, в этот момент я учил все песни подряд Митяева. И это была какая-то сказка. И мне посчастливилось, ну, во-первых, у Митяева брать два раза интервью. И я ему задавал все, что меня интересует. Просто это на моей программе «Попить чайку». Он как раз два года активно приезжал. И дал мне даже свой домашний телефон. И вот я приехал в Москву, как раз очень хотелось попасть на концерт там памяти Висбора. Они делали концерт. И он говорит, ну, и приедешь ты, позвони мне, я тебе контрамарочку обеспечу. Я звоню ему домой, берет телефон его жена. И говорит такую странную фразу. Актрисы. А, да, да, да. И такую фразу. А вы знаете, Олег сегодня уже дома был. Это было в 10 утра. Отменился. Как хорошо сказал вообще. То есть это значит, что все. Ваши сегодня никакие хранили. Ими послушайте. Вот. Но надо сказать, что когда я туда пришел на концерт, попросил, ну, там, через какую-то эту, тетеньку на входе, говорю, а можно Олега Митяева пригласить? Ну, я не рассчитывал, конечно, ни на какое чудо. И вдруг он выходит. Говорит, а, конечно, вот же, у тебя контрамарка все лежит. Это было, ну, такое, правда, настоящее счастье. А потом, когда он в следующий раз приехал, мы всю ночь пили водку. Выпить целую ночь водку с Митяевым – это сказка, потому что, во-первых, песни, ну, те, которые он не поет со сцены, он спел. Анекдоты всем и тершинные рассказал. И вот я счастливый, так сказать, мои уши счастливые это все слышали. Но так получилось, что, ну, как-то все. Вот после 2001 года никакого контакта у меня с Митяевым нет. Но любовь-то она не проходит, знаете ли? Спасибо.